Что же мы не говорим ничего? Не знаю. Почему молчим? Добрый день, с вами Нормик Ашикос, Арзамас и Славянск на Кубане, бабочка и жук, выныщевочета бомбардуванок, Ваня и Рома. Мы вам покажем, как сделать что-то полезное, съедобное из новогодней красавицы ёлки 1, 2, 3, 4, приходящая в 14 января. Вот. У вас, допустим, есть ёлка. Она пока ещё живая. Вы просыпаетесь 1 января, допустим, в 8 утра, а заснули вы в 6. У вас состояние так называемого ЛБ, то есть ложного бодряка. Вам хочется что-то немедленно сделать. Вам кажется, что вы проснулись в новом году для новой жизни, и вот вы просыпаетесь, а вокруг праздничный стол, переходящий в праздничную постель. Постель. Да, а на столе, что у нас есть на столе? Кто-то принёс в подарок рис для ризотто. Кто-то в 5.30 утра нарезал очередную закуску, пашихонский сыр. Ещё у вас есть докторская колбаса. Ну, она у нас такая заветренная, осталась от вчерашней дегустации докторской. Что, сливочное масло, ну, надеюсь, у всех есть сливочное масло. Соль, перец, лук, шалот, ну, можно сказать, использовать обычный лук. О, вино с половины шестого. И кто-то, как вы сейчас вспоминаете, поставил в 4 часа вариться холодец. А может быть суп. Ну, в общем, это тоже пойдёт в дело. Итак, начнём готовить ризотто из ёлки. Приступай, Ваня. А я пока пойду сорву несколько еловых интеллей. Ой, да чё говори. Нечего возиться. Покусам и радостно. Вот. Так. Ёлки нужно немного, буквально, для такого хвойного смолистого аромата. Если много ёлки положить, то она просто даст горечь, не нужно. Что мы сделаем с хвоей? Заварим. Да, раскресём и соберём ёлки, голки. Какие там же хвойные деревья-то есть? Можжевельник. Можжевельник. С тем же базиликом. Те же гидровые орехи, растительное масло, сыр. Лучше, конечно, всего пармезан. А худой конец подойдёт и вчерашний, и по-шефонски. Да, вот. И ещё докторский. Зафигачи? Чё, полбашок, как тебе нравится. Произвольно. Только снимут эту вот синюгу. Да. Произвольно съедобно, как, например, некоторые грибы. Все съедобные грибы России, здание 2-ое, исправленные. Исправленные, да, да. Что нужно для ризотто? Сначала нужно обжарить лук. Да, обжарим лук. А следом надо будет запустить рис. Ну, у нас кто-то подарил нам подходящий рис для ризотто. Вот карта-буря. Вот тебе колбаса сюда. Прекрасно, а? Если у вас мясо другое, никакого ни супа, ни бульона, можно взять кубик, да. Ну, кубик, да, на крайний случай кубик. А можно вполне взять кусочек холодца, главное, чтобы он был, хотя можно и с мясом, да? Конечно. Просто он на сковородке, он мгновенно растает, это тот же самый концентрированный бульон. Так, а я пока шпарю, крою. Так. Вот. Вот. Ну, кубик, ошпарили хвою для того, чтобы она стала мягче. То же самое, что сейчас мы сделаем и со шпинатом. Шпинат необходим для того, чтобы свет был на той более зеленой, и чтобы не было вот этой вот... Ну, горечь вот эта, горечь с биском, что-то ели, как 90-х. Так. Теперь нам нужен блендер. Ого. Угу. Ваще ты. Честно скажу, это не мы придумали хвойное ризотто. Несколько лет назад пробовал хвойное ризотто в исполнении одного очень хорошего итальянского шефа из Южного Тироля. Я помню, там, 2-3 звезды Мишлен, вот он делал как раз ризотто с хвоей, зеленое. Пока я пересебу сюда хвою. Ёлки-иголки. Так, тихонько. По мере впитывания бульона рисом, да, нам нужно добавлять новую пластину. Берете шпинат. Так, какие я смогу. Угу. Да, я хочу сейчас, пожалуйста. Я думаю, хватит вам, кстати, да? Да, ладно. Вот, все, и... Помещаем, помещаем. Помещаем, подливаем, помещаем, подливаем. Забавные. А, нет, просто, где-нибудь. Красиво, видишь? Угу. Главное в ризоттое это терпение и... И время. И время. Стоять, медитировать, мешать, подливать. Все. Смешиваем. Да. Шикарно. Берете шпинат, кладете в блендер. Оливковое масло масло? Аромат. А, а что с сыром? Мы же здесь сыра, наверное, как-то... Сыр надо тереть. Мы потом его вмешаем в ризотто. Угу. Почему мы называем это утилизотто? Утилизотто это наш народный редакционный способ приготовления, в общем-то, любой еды. Абсолютно любой. То есть, первый, второй, компот, все может быть утилизотто. Главное, чтобы это не совмещалось все в одном блюде. Хотя и такие случаи тоже бывали. Утилизотто это когда человек открывает холодильник и готовит из того, что есть. Главное знать основы, базовый принцип приготовления еды. Как ведет себя тот или иной продукт при жарке, при варке, при тушении, при... Чего там еще? При ошпаривании, при... В общем, вы поняли. При запекании. И поэтому можно просто сотворить просто чудеса. Ну, фантазия. Явно, что не надо класть в казан или там в утятницу для тушения макароны одновременно с фасолью, да? Угу. Что хоть за минуту у нас? Честно говоря, не имеет смысла лить в ризотто и вообще какой-то соус и какое-то особо дорогое вино. Абсолютно. Вот мы и взяли обычное... Ой. Лучше, конечно, не такое душистое, но, в общем, обычное петированное бумажное вино. Потому что главное от вина это легкий аромат и в основном кислота, которую можно заменить небольшим количеством винового уксуса или лимонным соком. Ну, вот такое вино лучше всего. И, конечно, израсходовать методом утилизотки, да. Можно, конечно, попробовать и приготовить утилизотки из снега. Особенно, если он фермерский. Из фермерского снега получается особенно вкусный. Из фермерского, да. По-моему, достаточно бульона, нет? Да, конечно, нету. Все нормально. Не беспокойся. Так, давай, обжаривай ее. А, колбасу. Давай. Колбасу можно нарезать произвольно. Хотя, некоторые аторитоксальные резотисты утверждают, что чем мельче будет порезана колбаса, тем лучше. Поскольку вчера мы поняли на дегустацию, что в современной колбасе очень много воды, поэтому лишнюю влагу. Да, можно. А ты любил жарить в детстве вареную колбасу? Ну, сосиски. Жарить сосиски? Да, в общем нет. Она очень много. А что, в детстве? Я до сих пор вернусь от. Да? Ты чувствуешь консистенцию на ощупь ложкой? Ну, пока еще нет. Так. Ну, пока для цвета. Цвет и так, ну. Ну, ладно. Цвет должен быть зеленым. Все-таки новогодний утилизов. Ну, вот, я думаю, пришло время поперчить, посолить. Ну, что смешно? А? Смешно. Ну, прикольно, да? Утро. Да, пол седьмого утра. Уже начинают просыпаться. Уже все просыпаются. Да, уже некогда уходить. Пока, держи, держи. Уже некогда уходить надо. А вот рису прям совсем чуть-чуть осталось. Прям вот минуты три. Это не, брасный шармаст. Вот так. Ризотто Алла Дотарре. Готово. Далла Пошихонно. Просыпайтесь, люди. Завтрак готов. Завтрак готов. Просыпаешься так, первое говоря, и смотришь на вилку, и вдруг проникаешь ее судьбу. Бывало у тебя такое, да? Смотришь на предметы, понимаешь? Вот это да. Приятного аппетита. Приятного. С Новым годом, дорогие друзья. Всех благ. Пока. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. Продолжение следует...